Привет, Украина! Удача сопутствует нам, но злой урок трагедии шлейфом тянется за Дакаром. День сегодня выдался тяжелый, впрочем, о том, каким он будет, похоже на Бивуаке, каждый знал заранее. Одинатята спецделянка между местами Челесито и Сан-Хуа. Гонщики стартують з Лиасону, 155 км, далі спецделянка, яка була вкорочена до 530. Після чого на них чекає ще один коротенький Лиасон до самого міста Сан-Хуан. Це передостанній бойовий тест цьогорічного Дакара. Етап начался с удара. В буквальном смысле в 6 утра аргентинец Эдуардо Амор выехал с 10-го спецучастка, чтобы стартовать на 11-м. Видно, он очень хотел повторить подвиг украинцев, которые двое суток без отдыха колесили по атаками. Его 410-я машина соскочила со спецучастка, а навстречу ей ехал небольшой пикап. Ни один Дакар не обходится без трагедии. Очередной жертвой гонки стал аргентинский журналист Марселу Реалис. Ранним утром его автомобиль столкнулся с гоночной машиной номер 410. В облаке феш-феша водители попросту не заметили друг друга. Суперкар номер 410 на полной скорости протаранил машину журналиста. В отличие от спортивных машин, на автомобиле Марселла не было каркаса безопасности. Двигатель буквально въехал в салон. Шансов на выживание у Марселла не было. Парадокс. Журналист спешил на спецучасток, чтобы увидеть, как финишируют его земляки-аргентинцы на той самой машине, которая станет его убийцей. Организаторы гонки традиционно не комментируют инцидент. Впрочем, правила игры здесь знают все. Каждый на трассе рискует жизнью. Украинцы сегодня тоже заставили понервничать. Ого, как он пустил пыль в глаза. Парни едва не врезались в грузовик, пытаясь его обогнать в облаке пыли и песка. Но удачно отделались лишь потерей зеркала. На шелковом пути отложили в умывальнике. Где-то еще удолжили в туалете. Где-то еще одолжат, прикрепят. Все нормально. Переднее колесо, ну вот я вижу, из-за чего оно бьет. Вот мы практически разбортировали его, ударились в камень. Гидронога помогает пилотам выбираться из песка. На асфальте она совершенно бесполезна. Экипаж не смог восстановить механизм и постоянно рисковал потерять колесо. Но пронесло. 380-е добралось до финиша, цепляя асфальт сломанной гидроногой. Вот она, та самая гидронога, которая высекала искры из асфальта, заставляя понервничать гонщиков. Теперь судьба ее решена. Она будет срезана болгаркой. Чем выше, тем лучше. Впрочем, пускай обрезанием агрегата займутся профессионалы. Ну что поделаешь, нужно завтра ехать, она мешает, чтобы не шокировать зрителей. Вот. Отпилим ее и все. Ого! Вот и все. Вот и отпилили. Покажи. Успех на Дакаре никогда не приходит внезапно. Человек по имени Йошимаса Сугавара хорошо знает об этом. Не потому, что он самый опытный пилот гонки, а потому, что он самый старый. Ему на днях 70. И это его 27-й Дакар. Каждый день ты проходишь этап за этапом, километр за километром. Так я проживаю собственную жизнь. Он говорит так, как будто пишет старинные стихи пятистрочья, а едет так, словно хочет их начертить на земле, колесами грузовика. Не всегда стоит любоваться пейзажами во время гонки. Прислушивайся к биению своего сердца, и ты поймаешь ритм езды. Пилот родом с северного японского острова Хоккайдо. Первый свой Дакар он проехал в 83-м на мотоцикле. Потом решил пересесть на автомобиль. С середины 90-х он катается на грузовиках Хина. Кажется, что не он создан для Дакара, а Дакар придуман для него. Для стариков вроде меня не нужен кислородный баллон, чтобы перейти через Анды. Мы же не молодежь. К тому же нам не надо много еды, как юнцам. Мы прекрасно адаптированы. И даже прошлогодняя дисквалификация, похоже, не выбила старика из колеи. Это всегда школа. Школа Дакара. Мне еще лет 20 надо учиться ездить. Через 20 лет Сугавари будет 90. Похоже, этот отдаленный юбилей он собирается встретить полностью состоявшимся водителем. И еще. Мне вспоминается фраза Тири Сабина, основателя Дакара. Что-то о том, что Дакар – это общее дело, в котором каждый открывает собственную дверь в мир приключений. Главное, чтобы эта дверь за тобой внезапно не закрылась. Удачи!